Здравствуйте, это программа Крупным Планом, и я ее ведущая Олеся Хитагурова. Сегодня у нас в гостях журналист Александр Орлов. Привет! Здравствуй. Давно не виделись. Саш, сегодня программа у нас будет очень легкая. Мы постараемся нашим телезрителям рассказать о том, кто такие журналисты, насколько это сложная работа и как она выглядит там, по ту сторону экрана. Давай вспоминать, как это все начиналось. Ты помнишь, как ты пришел к нам на телеканал? Да, вот как раз перед интервью я задумался и начал вспоминать все те моменты, с чего все начиналось. Я помню, что тогда мне пришлось наврать, сколько мне лет. На тот момент я переходил только в 11 класс. Помню, как вчера, это была весна, 22 мая мне пришло уведомление о том, что кастинг объявляется, что я приглашен. Я был очень тогда взволнован и удивлен. На следующий день, получается, 23 мая пришли на кастинг. Было очень много людей, что меня и удивило. И с какой-то стороны я даже расстроился. Я подумал, что, возможно, даже не пройду из-за того, что большой поток и, наверное, будет много кандидатов. Я как-то так получилось отсидел до конца и пошел на это совещание последней. Что такое совещание? Собеседование? Собеседование, да. Да, собеседование. Когда сидела, по-моему, Таня Брайс, тогда еще Тимур Ветров и, по-моему, Тамара Кушнир. Я такой еще совсем зеленый, вот сел перед ними. Страшно было? Очень страшно было. Просто очень страшно было. Сел, они у меня спрашивают, что умеешь, какие увлечения. И я начинаю рассказывать, и мне дают вот задание. Напиши что-нибудь, допустим, про своего любимого автора. Ну, наверное, не знаю, минут, наверное, 20 я сидел, чтобы сформулировать как-то свою мысль. Чтобы выбрать вообще автора, какую-нибудь мысль. Читать нужно. Все, и как-то после кастинга я вышел и подумал... Ну, кстати, вот прозвучала фраза «Мы вам перезвоним». И как-то у меня стереотипное мышление на тот момент было. Я подумал, ну, наверное, все. То есть мы вам перезвоним, еще неизвестно, когда это будет. И, скорее всего, этого вообще не произойдет. И я забыл об этом. Все, кастинг прошел, и как-то из моей головы вообще выветрилось, что я хотел когда-то пойти работать на телевидении. И через какое-то время мне позвонили и сказали, что поздравляем, Александр, вы прошли на второй этап кастинга. Моему счастью вообще не было тогда предела. Это было, ну, не сказать, конечно, что самое лучшее, но одно из самых лучших, один из самых лучших моментов на тот момент. Я пришел, и оказалось, что из всех, из всей вереницы людей, которые пришли тогда на кастинг, там, по-моему, было человека 4 или 5 вообще. Из всех 5 человек отобрали. И я среди них, я вообще думаю, вау, мне еще 17 лет, я еще вообще ничего не понимаю. Пробы помнишь первые? Первые пробы? Да, когда вас сажали за стол и говорили читать суфлеры. Да, мне потом показывали, когда уже я набрался какого-то опыта, мне показывали, как это было, и я попросил больше никогда мне это не показать. Потому что это было, это очень смешно было, очень смешно, и тогда я чувствовал, что, ну, я вполне хорошо справился. Если бы показали мне этот же ролик сейчас, я бы, наверное, сказал, что этот парень вообще никогда не сможет вести новости и работать журналистом, в принципе, в целом. Но, как показала жизнь, как показала судьба, все приходит в софт. Давай еще чуть-чуть назад отмотаем. Объясни мне, почему ты решил стать журналистом? Человек, который учится в 11 классе, как? Эта идея мне пришла не конкретно в 11 классе, еще с детства я мечтал, в принципе, попасть в телевизор. Когда я был маленький, я смотрел, и я думал, если не актер, то в новости тогда пойду. То есть, в любом случае, я хотел прорваться в медиапространство. И тогда, конечно же... Зачем? Просто, чтобы твое лицо показывали по телевизору? Да, это, наверное, такая детская мечта, стать популярным. Стать, чтобы тебе все знали, чтобы к тебе подходили на улицу. Как сейчас прям, да? Да, прям отбиваясь от фанатов и фанаток. Я думаю, тебе девушка помогает это делать. Ну ладно, личной жизни не будем. Давай вспомним первый выпуск новостей. Первый выпуск новостей на Карибу, да. На Карибу, да. Когда тебе сказали, Саш, вот так получается, ты сегодня будешь вести новости. Так это было? Да, тогда еще не сформировавшийся голос, еще, наверное... Ты помнишь, как мы его ставили? Сосломавшийся. Да, Олеся, ты выступала как мой тренер, стояла где-то за кадром. Я смотрел в этот суфлер, и каждый раз, когда тебе не нравилась моя интонация, ты говорила, нет, стоп. Это называется безгода неделя. Тоже я была на новостях. Этой весной будет пять лет, как мы знакомы. Это, в принципе, было одно и то же время, когда мы начали работать. И при этом я тебя уже начала учить, да? Здесь сыграл тот факт, что ты получила журналистское образование. Ну, образование журналиста, в принципе. Ты по профессии пошла работать. А я только заканчивал школу в этот момент. Но об этом еще и тогда никто не знал. И да, первый выпуск это было... Это было что-то очень сложное для меня на тот момент. Вы пропустили тот момент, когда ты сказал, что тебе, оказывается, 18 лет. Как наши отреагировали, когда ты сказал, что 17? Потому что я этот момент тоже упустила как-то из виду. Ну, вообще, во время кастинга у меня спросили, сколько тебе лет. Я говорю, полных лет. Ну, 18. Просто как бы решил сказать, ну, а вдруг прокатит. А ты не думал о том, что тебе потом нужно будет оформляться, если ты все-таки... Нет, ты вообще не думал об этом. Я думал исполнить свою детскую мечту. Все. Абсолютно все. Я не думал о том, что потом там паспорт будут смотреть и оформлять как-то там через трудовую книжку. Вообще об этом не думал. Не было этих мыслей. Ну, и как оказалось, у меня спросили о том... Узналось, что мне 17 лет, только, по-моему, через месяц. Когда уже пришло время оформления. Когда уже пришло время оформления. Ну, ты уже был свой, поэтому, в принципе... Или ругали. Нет, так вот в том-то и дело, что меня не выгнали только потому, что я сумел быстро влиться в коллектив и быстро вникнуть в работу, которая проходила на студии в тот момент. Я думаю, что это сыграло одним из ключевых факторов, почему я остался. Почему пришли к какому-то альтернативному решению. И я продолжил работать. Возвращаясь к первому выпуску новостей. Один из первых у нас есть. Давай посмотрим. Какие были впечатления после того, что происходило? Во-первых, я хочу сказать всем, простите меня, простите меня за то, что во время кастинга я был с волосами. А после кастинга я пришел короткостриженный. Я не знаю, что мне пришло тогда в голову, но я подумал, что была бы неплохая идея подстричься. Потому что я на самом деле был заросший. Я в тот период времени всегда стригся коротко, очень коротко. И вот сейчас вот посмотрели это, это не показывает. Я сейчас подумала, что ты извиняться будешь не перед нашими руководителями тогда службы новостей, а перед телезрителями типа, простите меня, что вам пришлось это смотреть. Вот примерно. Нет, я извиняюсь перед всеми, кто тогда был очень удивлен. Потому что оператором тогда был, ну и сейчас, по-моему, является Виталий Моряков. Его глаза надо было, конечно, видеть, когда я на запись новостей пришел. Смеется за кадром. Ты лысый. Это было очень смешно. А я подумал, ну а что? Красивенка, да? И этот галстук, эта рубашка. Да, это... Ты помнишь свои первые сюжеты? Да, вот самый первый сюжет это как раз с кастинга. То есть это был уже предпоследний, по-моему, этап, когда ты вот-вот уже врываешься в медиапространство, врываешься в работу, на студию. И, по-моему, остались два человека, по-моему, или три. И далее вот последнее задание. Нужно найти тему для сюжета. И как-то я вышел и думал, о чем снять? Что делать? Я почему-то, ну, как-то с дуру проходил мимо, увидел аварию, сфотографировал, напечатал, вставил фотографию в текстовый документ и подумал, что все прокатит. Но в этот же момент у меня в голове была тема сюжета про ВИЧ-инфицированных. Про то, сколько их сейчас, какая ведется работа по ним и так далее. В общем, в этом направлении работать. Но я подумал, что да нет. Ну, да нет. Ну, это неинтересно, это же новость, это же нужно быстро, оперативно все делать. И на следующий день, когда нужно было уже проверять домашнее задание, пришла моя очередь. И я показал то, что я написал. И тогда редактором была Таня Брайс. Она посмотрела. Я не помню точно выражение ее лица, но она точно была недобрым. Она посмотрела. А есть еще что-нибудь? И тогда я подумал, что ну ладно, если уж это не помогло, то, наверное, поможет это. И высказал эту идею. И мне сказали, да, делай. Просто так сказали, делай. И вот эта фраза делай вогнала меня просто в нереальный ступор. Что делать-то? Как делать? Я не понимаю, а что, а как и что. Ну и мне тогда, вот, Виталий Моряков, Виталий Моряков, он выступал моим наставником в плане корреспондента. То есть, как работает корреспондент. Он объяснял, что и как, какие вопросы задавать, что нужно узнать. И также в роли наставника выступала Тамара Кушнир. И Виталий рассказал мне, что и как. Мне дали... А, нет, мне не дали. Я сам нашел контакты спид-центра, которые на звезде находятся. Созвонился, договорился, представился. Здравствуйте, я корреспондент телеканала Карибу. У меня вот такая тема. Мне нужно записать интервью. И очень стеснялся в тот момент звонить вообще всем. До сих пор даже какая-то... Какое-то нервное напряжение есть, когда я звоню кому-либо, но уже не так, как тогда. Это, наверное, оттуда просто корни берет. Если бы тогда было легко, уже бы, наверное, всегда было легко. Если бы всегда можно было со всеми переписываться, то было бы намного проще договариваться с людьми. Мне ответили, я приехал, и мне главврач отдел... Не, не главврач, а... В общем, специалист отделения мне подробно все рассказал, как это проходит, как общаются с ВИЧ-инфицированными, как сообщают диагноз. Я выслушал, естественно, мы записали, тоже ездили с Виталием, потому что он на тот момент еще и был как оператор. Вернулись на студию. И тут началось одно из самых тоже интересных. Рыба, как это называется в наших кругах. Подожди, рыба, а текст ты как писал? У тебя не было ступора просто? Сначала мы, я помню, с Виталием именно разложили синхрон, и он говорит, что тебе нужно выбрать, что тебе будет говорить человек. Синхрон — это интервью для тех, кто не знает, что это такое. Синхрон — это короткий кусочек из интервью. Записанного там на 10 минут, скажем. Ну, обычно мы записываем на пару минут. Ну, когда-то. Да, и, по-моему, там было вот как раз на 10 минут наговорила мне специалист, и вот сложно было понять, а что, а что брать? И тогда вот, да, мы уже пришли к написанию текста. Что я буду писать? Я не помню, сколько раз Тамара редактировала мой текст. Ну, это было, наверное, ну, раз шесть, наверное, не меньше, чтобы прям... Она говорила, нет, сформулируй по-другому. Давай в более человечного. Ты написал реферат. И эту фразу я слышал очень часто. Ты написал реферат, ты написал реферат, это доклад. И старался на тот момент как-то понять, что вы от меня хотите? То есть именно такой какой-то научный язык, да? Да, я потому что думал, что, ну, это же, ну, я написал суть. Почему нет? С горем пополам. Не вычитали сюжет. И следующий этап. Ну, не сказать, что прям следующий, но один из этапов наступил. Запись стендапа. Сейчас это моя, наверное, самая любимая запись стендапа. Но тогда, опять же, мой оператор Виталий говорит, ну, давай, текст стендапа у тебя готов. Думай, где будем, ну, начитывать. И я такой, ну, на фоне, наверное, города надо как-то, да? Он говорит, ну, хорошо. Ты помнишь эти стендапы, которые мы писали заранее в студии? Все вместе, нас было корреспондентов 10, мы обговаривали, как же это так сделать? И потом уже в микрофон записывали уже непосредственно, глядя в камеру. Сейчас, согласись, это абсолютно иначе происходит. Конечно, конечно. Сейчас это уже совершенно по-другому. И тогда мы полезли на крышу студии. То есть, говорит, давай, хочешь хороший вид? Полезли. Мы полезли на студию и вот как раз из-за того, что тебе нужно было, не читая текст, просто смотря в объектив камеры, рассказать какой-то текст. Ты, наверное, он по длительности чуть не догнал мою первую запись новостей. Четыре часа. Нет, три. Может, часик мы там постояли, поморозились на крыше. Но это все-таки у меня получилось. Все. Мы записали стендап и начали собирать сюжет, монтировать. То есть, я сидел на монтаже, смотрел, какие кадры, что будет, чем закрывать закадровый текст. Выбрали все интервью, все слова, все хорошо. И, наверное, дня через два или... Да, дня через два вышел мой первый сюжет. Это было круто. И я попал в телевизор. Получается, я на тот момент уже осуществил свою детскую мечту. Ну, я сделал первый шаг в этой сфере. И это было круто. Очень круто. Я свой первый сюжет тоже снимала с Виталией. Я, как сейчас, помню главную героиню. Ее звали Анна Тевлетваль. Женщине выдавали трехкомнатную квартиру. Она говорила, нет, я не хочу трехкомнатную. Дайте мне три однокомнатные. И вот Виталя, бедный Виталя, на самом деле. Ты знаешь, опять смеется за кадром, слышишь. Натерпелся он, конечно, новичков. Намучился он с нами. Ну, вот мы здесь сейчас с тобой практически с начала программы разговариваем про Тамару Кушнир. Она сейчас не в Магадане живет, но она записала нам видеообращение прям ком, ком в городе. Давай посмотрим. Ребят, привет. Вы сейчас вдвоем, ну, не вдвоем, конечно, я знаю, что у вас там целая команда, но лично знаю я вас. Большой привет вам передаю сейчас. Очень хочу быть рядом с вами в этот день и разделить все ваши радости, победы и достижения. Надеюсь, что вы со мной ими поделитесь. Сашенька, привет. Так рада видеть тебя, даже обращаясь к тебе через экран телефона. Безумно счастлива, что вы собрались в этот день и появилась такая идея, вы ее осуществляете. Знаю, что там где-то с вами Танюшка тоже рядом. Я Машу и огромный привет по всем вам очень скучаю. Но перейдем к делу, перейдем к поздравлениям. Саш, я помню, как все начиналось, как, наверное, в каком-то хорошем кино. Загадочном, с интригами, с неожиданными поворотами и, по-моему, на данный момент достойным продолжением, но еще не финалом. Я думаю, до финала еще, ой, как далеко. Саш, я помню, как увидела тебя первый раз. Я помню свои мысли, когда я подумала, какой интересный молодой человек с настоящими задатками телезвезды. Знаю, что ты пробовала себя и на радио, и на телевидении, везде у тебя получалось. Это значит, что ты создан для этой профессии, ты создан для этой жизни, а журналистика это именно образ жизни, поэтому это все было создано. в тебе, наверное, с самого рождения, и ты просто всю жизнь свою ушел к этому. И мне очень приятно, что именно мы, именно наша студия стала для тебя первым домом, стала стартом в большую, в большую жизнь журналиста. Помню твой первый эфир, помню, как мы к нему все тоже готовились, потому что мы видели в тебе этот потенциал, нам хотелось, чтобы ты выстрелил буквально сразу, и знаешь, ты выстрелил сразу, потому что я видела это в глазах наших коллег с других каналов, которые мне кажется смотрели и думали, почему именно к ним пришел такой классный парень. Я думаю, что было именно так сто процентов. Олесенька, ну ты, я вот, сколько журналистов не видела, сколько не смотрю до сих пор новости, каждый раз у меня такая лампочка зажигается, моя Олесия, это сможет лучше намного. Это просто потому, что была какая-то бомба, я причем помню, что сначала я даже не поверила, что ты не работала на ТВ никогда, да, была другим журналистом, да, в печатных изданиях себя пробовала и работала, потому что, ну, твоя яркая внешность, твоя фотогеничность, камера тебя просто обожает, то, как ты себя держишь, то, как ты себя преподносишь, и несмотря на свою нежность, внешнюю хрупкость, ты настоящий борец, который не то, что там преодолеваешь преграды, ты просто их сносишь в пыль, в прах и идешь на пролом, несмотря ни на кого, ни на что, зная четко, что ты хочешь, как ты хочешь этого добиться, и ты это делаешь. Я желаю тебе так же, как и Саше, идти вперед и развиваться, никогда не обращать на чужое мнение, ведь вы помните, ребята, мы начинали с очень маленькой студии, где буквально все делали своими руками, где пытались друг другу не просто помочь, а буквально проживали друг за друга, многие моменты выручали друг друга, сопереживали друг другу, и много-много всего было, и делились все, мы стояли друг за другом горой, и нас было мало, но несмотря на это, несмотря на предрассудки, на злые языки, на какие-то недобрые слова в наш адрес, мы смогли за маленький промежуток времени добиться то, чего многие добиваются в разы больше, ни в раз, ни в два, ни в три образы, и дольше, дольше, дольше идут к этому, мы добились в очень короткий промежуток времени признания самое главное наших телезрителей, они полюбили каждого из вас, и переключали канал именно на наш, смотрели, а это очень много значит, говорю и прям волнение испытываю те, которые чувствовала тогда, когда ты идешь, 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 и кажется, все, сейчас руки вот опустились, ничего не получается, и вдруг понимаешь, что вот в этот же, вот в тот самый момент, когда ты подумала, что все, ничего не получается, приходит одновременно осознание, что нет, получилось, и получилось больше, чем мы даже ожидали, и первые награды ваши, я за каждую награду неимоверно гордая, и до сих пор считаю, что вы способны на большее, на большее главное, учитесь, не теряйте в себе вот это вот стремление познавать новое, так как в нашей профессии учиться можно каждый день, и все равно где-то что-то не знать, и я очень хочу, чтобы вы передавали свои знания следующим поколениям, чтобы это не растерялось, не расплескалось, и может быть, кто-то из вас когда-то напишет, может быть, в содружестве, даже книгу, которая будет как пособие для начинающих журналистов. Очень вас люблю, обнимаю каждого из вас, Саша, Олеся, Таня, всех, кто сейчас с вами рядом, тоже поздравляю с нашим праздником, и надеюсь, что мы с вами обязательно увидимся. Жду вас всех в гости, а может быть, создадим какой-то особый интересный проект. Тамара Кушнир — это первый главный редактор, руководитель службы новостей на тот момент. Какие эмоции у тебя вызывает то, что она сказала? Это очень приятные и теплые слова, и я хочу обратиться к тебе, Тамара. Огромное тебе, во-первых, спасибо, и спасибо тебе в первую очередь за то, какого журналиста ты из меня начала лепить в тот момент, какую помощь ты оказала мне при формировании меня как специалиста сферы журналистики. Во многом благодарен тебе по написанию своих текстов. Теперь я могу более емко и кратко выражать новости, ну, то есть сжимать большой инфоповод в одно предложение, ну, и так далее. И я желаю тебе всего самого наилучшего, особенно твоей дочке Богдане. Богдане, да? Правильно, Богдане? Да, какой ты молодец. Твоей дочке Богдане и продвижения тебе в карьере всего самого наилучшего, и я тоже по тебе очень скучаю. Ну, и как ни крути, все-таки с праздником, потому что она тоже наша коллега, и от этого никуда уже не денешься, да? Да, у меня почему-то какая-то проблема, я забываю всех поздравлять с праздником сегодня. Сегодня или вообще с праздниками? Вообще сегодня. Я потому что забываю, что я вот на работу прихожу, и все вокруг, как бы, ну, все представители СМИ, и всех нужно с праздником, с праздником, с праздником. А я забыл. Я только написал в группе информационной политики. Да, вот, где сидят все журналисты, и в том числе... Ну, поздравил же. Да, ну, поздравил же. Все, молодец. Все, какие ко мне вопросы. У нас есть один из твоих первых сюжетов про кинопрокат. Давай посмотрим. Давай. Вот в таком хранилище хранятся фильмы, а самому старому из них более 50 лет. Находясь здесь, кажется, что перенесся в середину 20 века, когда еще не было цифровых носителей, а фильмы снимались вот на такую кинопленку. А посетив такой музей, можно увидеть, на что раньше снимались фильмы и как они рекламировались. Возможно, в будущем и современные плакаты с восторгом будут рассматривать наши потомки в Магаданском областном киновидеопрокате. Александр Ширудила, Евгений Яковлев. Итоги недели. Про выпуски новостей мы поговорили. Еще один проект это Несекретные агенты. Как вообще возникла эта идея и почему было всего два? Замечательный вопрос на самом деле и на который я, к сожалению, не знаю ответа. Конкретно, почему их было два. Вася. Вася это отдельный персонаж, который так же, как и Тамара, уехал в Краснодар, но с которым мы поддерживаем общение. И он стал мне на тот момент очень хорошим товарищем и даже, я бы сказал, другом. Вы вместе этот проект вообще придумали? Да. Нам надо было придумать название. Самое сложное было название. Что мы будем делать? Мы придумали очень быстро. Мы хотели рассказывать о мероприятиях в Магадане. То есть о том, что происходит, как происходит и даже, может быть, как анонсировать что-то. И показывать, чем может заниматься молодежь в городе, в принципе. И это было очень интересно. Сейчас почему-то навеваются мысли, что два было, потому что что? Потому что больше ничего и нет. Потому что больше ничего не было? На тот момент вы просто не нашли инфоповодов? Нет, инфоповоды искались на самом деле очень... Они сами под нас подстраивались как-то. То есть первый выпуск про рок-концерт в ДК Пионерный. В ДК Пионерный. Первый выпуск. И он там... Мы нашли объявление где-то, по-моему, на улице. И такие, давай вот, вот, давай, снимем там будем. Мы позвонили организаторам, сказали, мы приедем снимать вас. Вот у нас передача есть. И все очень легко прошло. Мы сняли. Мы потом, помню, сидели в начиточной и по очереди начитывали текст. То есть расписали как-то сценарий и начитывали текст по очереди. Не так... Ну, не сделали так, что каждый там свои фразы какие-то отдельные начитывает. А прям вот в формате диалога это сделали. Это было очень круто. Очень круто было. Второй выпуск у нас был про стендап. Это... В космосе. Куш в космосе был, да, тогда это еще был космос. А не магазин строим материалов. С такой грустью ты это сейчас сказал. Ну, грустно все равно. Чем заниматься молодежи сейчас в Магадане? Ну, так вот. Да, стендап. И мы как-то тщательно подготовились и подумали, что было бы как-то круто, если стендап это, в принципе, юмористическое направление, то и начать этот выпуск тоже с какого-то юмора. Со стендапа, собственно. Вдвоем вы были в кадре с Васей. Да, и я... Ну, вот, наверное, почему я не стал актером? Потому что там моя актерская игра ну, как-то вот не на высоте. Оскара недостойно, я бы сказал. Но мы как-то сделали это. Это выглядело прикольно. Да, немножко глупо, но это... Ну, это было просто прикольно. Мы прошли, тоже все было очень круто и легко. Что самое главное, правда, легко. Снялись, послушали шутки. Не все, конечно, из них были хорошие, но были. Ну, как твоя актерская игра. Да. Здесь ты, конечно, права, да. Слушай, не пробовал в стендап пойти? Не-не, когда я делами важными занимаюсь. Ну и? Отснялись тоже, записали все интервью, что хотели, и все, и уехали, и сделали второй выпуск, но как-то нам потом сказали, что, ребята, все, продолжение пока еще не будет. И мы просто терпеливо ждали. Как видишь, не дождались. Ну, ничего страшного, все впереди. Может быть, ты такой проект сам реализуешь. Ну, были дети. Может быть, позовешь Васю дистанционно, не знаю, в YouTube-канале можно это все сделать. Давай дальше. Еще один проект, это Народный патруль, это твое детище. На тот момент ты так улыбаешься, ты любишь этот проект. Я на тот момент просто горел этим патрулем, потому что это... Кто придумал этот проект? Ты не поможешь? Тамара. Тамара придумала проект, но и тоже была проблема с названием. Давайте сделаем мобильный репортер на нашем канале. Давайте. Кто будет ведущим? Да вот Саша. Я даже не то, что вот Саша, я вызвался просто. Я был готов. Да, давайте. Это же круто. Тут люди присылают. Это же прям прямая связь, грубо говоря, с народом. Придумали название Народный патруль. Кто придумал-то? Сложный, наверное, сейчас. Как-то все вместе. Мы всей редакции, наверное. Да, вот не то, что редакции, мы всем нашим дружным творческим коллективом придумали название Народный патруль. Я точно знаю, что не я был тем, кто придумал это, кто это предложил, потому что мне сказали, Народный патруль нормальный. Я говорю, да, круто. Все. Все, что... Ну и вообще, наверное, ты бы запомнил, если бы придумал ты. Ну, хотя не факт. Да, первые выпуски страшно было вести. На тот момент я уже вел, ну, вел новости, и как-то работа перед камерой, она не вызывала уже такой панический атак. Я не о работе перед камерой сейчас говорю. Работа перед камерой как диктор. Это одно, а там это совершенно другое. Это подача такая молодежная, и она простая, и ты должен разговаривать с телезрителем, а телезрителя как бы нет. Есть только вот этот глаз камеры, которого мы все сначала боялись. Как было перестроиться? Сложно? Да, ты, наверное, права. Это совершенно разные вещи. И... Нет, с перестройкой не было никаких проблем. И даже с написанием подводок для видео не было никаких проблем. И причем первые выпуски, ну, когда нам нужно было как-то показать людям, что это реально работает, мы... Мы сами находили видео. Первый выпуск, это, естественно, у нас нет видео, у нас ничего нет. Нашли какие-то видеоролики в интернете, показали их, я их прокомментировал. В духе каких-то интернет сейчас, вот шоу на том же Ютубе. И... Ну, не сейчас, а пять лет назад. Ну, слушай, ну, сейчас тоже такие шоу есть. То же самое? Ну, то же самое, ничего не меняется. Ну, хорошо. И людям понравилось. То есть, сначала они как-то с прищуром к этому относились. Думали, а все ли показывают, они все ли показывают. И периодически, спереди, ну, раз, может быть, два раза в неделю нам присылали на тот телефон, который мы указали, видеоролики. Мы стали их показывать. Люди узнали, что да, это действительно работает, действительно это показывают, об этом рассказывают. И... так как-то закрутилось, завертелось с первого выпуска. И для меня это было только удовольствие. Каждый раз принимать эти ролики, говорить спасибо за то, что поучаствовали в жизни вашего... нашего города. И... периодически у меня в голове как-то всплывает текст подводки. То есть, первое, там, всем привет, в эфире Народной патрули, я ее ведущий, и так далее. Это круто. Классно. Причем, если тогда мы были вынуждены выбирать самые лучшие ролики, ты помнишь, и их только ставить в эфир, то сейчас мы целиком в YouTube выкладываем, и... ну, непосредственно в телевизор уже идет так, как предполагает хронометраж. Поэтому сейчас еще больше, и действительно люди все присылают и присылают, и спасибо, что ты стоял у истоков этой программы, и это было действительно здорово. Давай поговорим о том, как ты ушел в армию, и как... как работа журналистом тебе помогла там прижиться, и вообще сыграла ли она роль? Есть две стороны одной медали. Одна из них журналистика, и работа на телевидении очень мне помогла в... наверное, в понимании людей, и в... способности общаться со всеми слоями населения, а там в армии их очень много, из деревень, из поселков, из городов, при том, что из... со всей страны тебя... вас в одну кучу и в одну часть, это очень помогло. С другой стороны, как оказалось, инициатива в армии догоняет инициатора. я проявил себя как человек, который имеет... может делать дикторский голос. То есть, ну, если я разговариваю с тобой, это одна моя тональность, то уже в телевизоре это совершенно другое. И я просто показал, что я так умею. И все лекции, которые предполагалось, что проводит офицер, проводил я. потому что... Ну, как в телевизоре. Прикольно же, как в телевизоре. У нас единственная часть в стране, где как в телевизоре лекции проводят. Ну, класс. Да, и меня прям даже называли просто левитаном. Ну, так. Как-то и офицеры, и между собой мои сослуживцы называли меня левитан. И диктор. Просто. Еще помогло мне с тем, что просто ко мне периодически обращались, если надо было какую-то речь написать. Конечно, это разные вещи, что райтер и корреспондент и ведущий это совершенно разные вещи. Но ты не сможешь военному человеку в полной мере объяснить, что я не пишу обращения или, может быть, текст речи. Я пишу новости. А какая разница? Да. Вот такой вопрос каждый раз встречался. Но, в принципе, я с этим справлялся. Просто вспоминал самые популярные речи какие-то и перефразировал их просто. И все. А выбора-то не было, да? Да. Вот тоже одна из положительных сторон журналистики в том, что можно научиться подходящие синонимы находить к словам. Жизнь после армии изменилась? Не для всех, конечно, она меняется в какую-то кардинальную сторону. В зависимости от подразделения, в котором ты служишь, в зависимости от региона и от той же воинской части. Но для меня, да. Армия сформировала мою часть, моего мировоззрения. В принципе, отношение к людям, отношение к своим друзьям и товарищам, ценности, дружба. Естественно, это все появляется у парня, у мужчины только после армии. Ну, в целом появляется. Конечно, за жизнь ты можешь накопить эти знания, но после армии ты прям железно уверен в тех или иных принципах жизни. И после армии мне было с какой-то стороны страшно. Я боялся, смогу ли я вернуться на телевидение. В принципе. И когда я вернулся, первый вопрос был так и что делать? Что теперь? Ну, как дальше? Ну, и мой знакомый на тот момент мне сказал, слушай, ну, на ГТРК Магадан сейчас вот проводится кастинг. Ну, не то чтобы кастинг, а требуются журналисты. А так как у меня уже был опыт, я около года работал вот тогда на Карибу, я подумал, почему бы и нет? Собственно, у меня есть опыт, я только после армии, нужно же чем-то заниматься. И я пришел туда, показал свои материалы, показал свое видение, Народный патруль тот же показал, потому что я даже тогда после армии гордился этим проектом. Меня взяли. Меня взяли, и я продолжил работать. И вот по сей день уже получается это был 18-й год, начало, так, 30-е ноября это мой первый рабочий день, я точно помню это. Вот какого у меня память, представляешь? То есть 22-е мая это мой первый кастинг, нет, 23-е мая, и 30-е ноября мой первый рабочий день на ГТРК Магадан. Я тебе сейчас чуть-чуть завидую, потому что у меня с датами вообще проблемы. Я только помню первый выпуск новостей, это было 24 апреля, да, 100%. и все, и работают, получается, 18-й, 19-й до, вот, до осени, да, до, получается, октября, и все, и вот потом я в 20-м вновь восстановился на ГТРК Магадан. Причем ты же уезжал, ты работал на звезде, насколько это отличается от того, как мы работаем все здесь? Да, вот это как раз тот период времени, та осень и кусочек зимы 2019-го года, когда я, ну, они, грубо говоря, выпали из жизни у меня, из магаданской жизни, потому что мне пришлось уехать в Хабаровск, не то, что, почему я говорю, пришлось, как будто бы это, как-то меня обременило. Вот у тебя выгнали. Да, вот у меня выгнали, да. Возможность уехать работать на федеральный телеканал напрямую на Москву появилась в моей жизни очень странно, потому что ты знаешь наверняка, что в социальных сетях сейчас часто пишут мошенники, что хочешь заработать и какие-то другие доступные способы заработка тебе предлагают. И это сообщение было как-то очень похоже на это. Началом, по крайней мере, это было очень похоже на все вот эти вот мошеннические сообщения. Пусть повисит. Да, не удалил. Нет, не удалил, просто потом думаю, потом посмотрю там до конца, может быть там что-то там интересное, ну там чтиво какое-нибудь на вечер. И вот как раз вечером я открываю и читаю до конца и смотрю там Александр, здравствуйте, я представитель телеканала «Звезда», мы открываем корреспондентский пункт в городе Хабаровск и хотели бы пригласить вас на работу к нам, что скажете. и тогда я не до конца у меня улетучилась то мысль о том, что это по-настоящему. Ну то есть я думал, она меня, да как это, я только вот год на федеральном. как они тебя нашли? Ты спрашиваешь? Да, спрашивал, конечно. У нас же тоже, как и у вас, выкладывается все в YouTube и меня нашли получается просто вот стендап там Александр Орлов, там Вести, Магадан. И меня нашли ВКонтакте. Просто меня вбили и как оказалось, я был вот где-то вот в первых рядах на Александра Орлова из города Магадана. Ты потом не спрашивал, почему именно тебя, если вы выкладываете целиком выпуски, все сюжеты? Мы не все выпуски выкладываем, ну там сюжеты просто выкладываются, а выпуски... Ну там же не только твои сюжеты, почему именно тебе написали? Ты спрашивал? Из всех корреспондентов парней понравился больше я на тот момент. А, то есть им именно мальчик нужен? Да, им нужен был именно мальчик, именно парень, потому что, ну как оказалось, даже сейчас в медиапространстве очень как-то трудно найти нормально говорящего, хорошо выглядящего. Но это не я. Это явно не я. Как выяснилось, хорошо выглядящего, выглядящего и хорошо говорящего парня-корреспондента. Им понравился я и еще какой-то парень с другого телеканала. И тогда мне сказали, вот присылай нам документы. Кстати, вот один тоже из спорных моментов, когда мне сказали, присылай документы все. Трудовая книжка, паспорт, СНИЛС и в общем и целом все. Сбербанк, карту и код обязательно. Нет, без кода. Но номер карты надо было отослать. Еще лицевой счет. Так. И я, наверное, дня три думал, отправлять или нет. Ну, прям вот была у меня вот такая только сомнение. А правда ли? А вы не созванивались? Сначала нет. То есть это все по переписке происходило? Это все было, вот то, что я рассказываю, это все происходило. Ну, вот дня как раз вот три-четыре. Все вот то, что я рассказываю, это все вот так быстро происходило вот в эти четыре дня. И я думал, у меня было куча мыслей, действительно ли, надо ли, что и как. Ну, и через три дня я отправил документы. И только уже потом я подумал, а может быть, созвонимся? Здравствуйте, такая мысль пришла. И мы созвонились, это Мария Герман, сейчас она продолжает работать в Хабаровске, в корпункте телеканала «Звезда». Она руководитель этого корпункта и специальный корреспондент телеканала «Звезда». Мы созвонились по видеосвязи сразу. Я подумал, что ну, мало мне будет, наверное, того, что это будет аудиозвонок. Надо удостовериться, что этот человек настоящий. Это твое предложение, давай по видеосвязи, давайте. Я спросил, не против ли видеосвязи? Она говорит, да, так даже лучше будет. Все, мы созвонились и первая моя фраза «Фух, вы настоящая». Все, и разговорились, я успокоился уже и твердо был на тот момент уверен, что да, все хорошо, можно ехать. И я решил, что я хочу, я хочу этого карьерного роста. Я хочу попробовать себя в роли специального корреспондента такого телеканала. И я собрал вещи и уехал в Хабаровск. Руководства против не было? Ну, руководство как бы отнеслось с пониманием больше, потому что, ну, пригласили, заметили, это хорошо, что такого молодого корреспондента, ну, заметил такой телеканал. Хорошо, все, уволили меня не по статье, ничего, без какой-либо записи, уволили и сказали, ну, все, всего тебе хорошего, если что, возвращайся, и тебя всегда будут рады. Собственно, как и получилось. Сколько ты проработал на звезде? Так, получается, с октября, октябрь, что там дальше идет, ноябрь, и немного декабря. Ну, грубо говоря, три месяца, потому что 27 декабря был мой последний день рабочий на телеканале Звезда, и я уехал. Почему? Все было просто, ведь на тот момент я только поступил в СВГУ учиться к нам, на первый курс, и я подумал, что, нет, не подумал, я узнавал, можно было перевестись. То есть, я нашел в Хабаровске университет, который подходил бы по направлениям и по учебному плану для той же специальности в СВГУ. И я созвонился тогда с университетом, сказал, что я вот хочу перевестись. Мне сказали, хорошо, мы тут сейчас узнаем, как подготовим, какие-то документы, если что, поставим вас в известность. Это было в ноябре, в середине ноября я начал заниматься этим. И в декабре мне звонят и говорят, что Александр, тут такая тема, вам нужно вернуться и сдать сессию, прежде чем мы вас переведем. я подумал, ну, а без сессии никак, вообще никак. Он говорит, нет, то есть только после сессии, уже во втором семестре мы сможем вас привезти. Был, конечно, я очень расстроен этим, потому что уехать из Хабаровска, город, к которому я уже, можно сказать, почти привык. Полюбил? Да, Хабаровск. Ну, климат, конечно, поприятнее в Магадане, но в плане какой-то инфраструктуры все-таки я выбрал бы Хабаровск или Владивосток. Владивосток тоже очень хороший город, где я проходил службу военную. Но Хабаровск очень понравился, мне запомнился, Амур, набережная Амура, просто прекрасно. Постоянно, при том, что там всегда есть люди, но на тот момент до коронавируса скорее всего они были, я сейчас не знаю, но они были. люди, уличные музыканты, даже когда стало холодно, уличные музыканты все равно всегда радовали жителей Хабаровска. И даже не всегда это были музыканты, которые просят за это деньги. Не у всех стоял там или, может быть, открытый кофр или шляпа лежала. Они для удовольствия это делали, и это было очень атмосферно. Очень мне понравилось это в Хабаровске. И еще мне понравилась центральная площадь, площадь Ленина. Она на самом деле не то чтобы большая, но она красивая. Мне очень понравилась то, какая там архитектура. Поэтому жалко было уезжать из Хабаровска, даже несмотря на плохой климат, который вот все ругают. Я договорился со своим руководством, говорил, что вот мне нужно уехать на сессию, дайте мне вот время. Мне дали время до определенного момента, ну и я не успел просто полностью закончить сессии на этот момент. И возник вопрос, или отчисляться, Да, или отчисляться, или оставаться, и, ну, увольняться со звезды. И я, поговорив тогда с родителями, хотя это был очень короткий разговор, но все-таки мы решили, что я останусь здесь, как собственная и... То есть высшее образование важнее? Конечно. Нет, сейчас очень важно высшее образование. Очень важно. Особенно для журналиста, если ты хочешь продвигаться по карьере. Это очень важно. Ну и обещание твоего руководства на ГТРК, если что, возвращайся, в принципе, вот оно и исполнилось. Да, да, ну так и произошло. Я приехал, и, ну, не было никаких проблем с тем, чтобы восстановиться на ГТРК. За что большое спасибо руководству ГТРК. Безмерно им благодарен за это, за то, что они, как блудного сына, ну, привет, давай, ладно, заходи. Если говорить о будущем, планируешь ли ты уезжать вообще из Магадана, и где бы ты хотел работать? Где ты видишь себя, как это обычно спрашивают, шаблонно через пять лет? Вот, кстати, как раз таки через пять лет то я и собираюсь отсюда уехать. Когда ты закончишь? Ну, да, я планирую закончить для начала университет. там уже по ситуации буду смотреть. Сейчас я рассматриваю больше центральные районы страны, это Питер или Москва. Ну, сейчас, как, в общем-то, стереотипно все мыслят, что если уезжать, то уезжать куда-то туда, потому что там деньги. Но, кроме этого, я думаю, про Дальний Восток я бы остался во Владивостоке. Потому что очень понравился, очень понравился. Даже, ну, несмотря на то, что и в Хабаровске было хорошо, но Владивосток, он Там теплее? Как-то, да, по климату больше подходит именно для меня. И я бы уехал во Владивосток. Если по работе конкретно, то это безусловно телеканал. Какой телеканал? Сложно сказать, потому что в зависимости от того, насколько я наберусь опыта к тому моменту, буду ли я уже действительно считать себя квалифицированным специалистом? Или же может быть, я еще буду не дотягивать? Может быть, это даже будет какая-то пресс-служба. Возможно, что я не исключаю этого, то есть я не зарекаю, что я буду прям вот исключительно телевизор. А как же мечта именно телевизор? Я реализовал себя как журналист и корреспондент, ну, я просто рассматривал бы этот вариант, то есть я бы не отказался полностью от телевидения. Ни в коем случае. Нет, телевидение, это для меня, это прям вот родное. Да, это что-то такое, что вот нельзя от этого отказаться сейчас. Ну, просто вот не могу я. выброси меня куда-нибудь на другую работу и я не буду знать вообще, я очень долго буду, наверное, вникать, потому что у меня уже мозг, он заточен прямо на это, то есть заточен искать информацию, заточен видеть каким-то, ну, даже режиссерским, может быть, взглядом, да, на то, что вот я бы, наверное, показал бы это или это. Я бы не смог просто по-другому, но пресс-служба как тоже, как вид деятельности, в которой тебе непосредственно тоже нужно о чем-то рассказывать, но уже в рамках какого-то предприятия, ну, что бы это ни было. Обычно в конце программы у меня бывает блиц-опрос, то есть периодически. Сейчас у меня не блиц-опрос, это топ-5 вопросов от телезрителей, от знакомых, родных, может быть, которые ты считаешь самыми смешными. Давай, пять вопросов. Значит, первый вопрос это вы сами пишите тексты. Вот у меня тоже лидирующий этот вопрос. Дальше. Что ты отвечаешь? А что отвечаешь? Просто да? Я, ну, знаешь, в последнее время я отвечаю с какой-то вот такой язвинкой. Я говорю, нет, у нас отдельная должность есть. Как назвать? Как-то сам писатель. Писатель. Писатель текстов. Здорово, так. Вот, и все. Так работаем. Значит, второй вопрос это да что сложного вот это на камеру рассказывать. Вот, отличный вопрос, согласись. Да, но обращаясь к тем людям, которые задают этот вопрос, лучше самому один раз попробовать, чтобы понять, как сложно вот сейчас без суфлера, особенно без суфлера, выразить свою мысль, смотря в пустой объектив камеры. вы можете просто попробовать это дома, вы можете поставить, допустим, телефон, да, и попробовать вспомнить какую-то новость и рассказать о ней кратко, ну, и сформулировать в принципе свою мысль, и вы поймете, насколько это сложно работать на камеру. Я тебе больше скажу. Операторы иногда спрашивают, ну, было такое в практике, Евгению Титову привет, что сложного записать в стендап, говорит человек. А ты смотришь в этот пустой, как ты правильно сказал, объектив, я его называю глаз, и просто текст забыл, и ты даже ничего с этим сделать не можешь, ты начинаешь заново, и так несколько раз. А потом, когда оператор становится перед камерой, он говорит, да елки-палки, что-то я вообще ничего сказать-то не могу. То есть даже если операторы, те, которые в нашем мире, они не понимают, насколько это тяжело, а телезрители... Да, пока не попробуют, поэтому ты абсолютно прав, пробуйте. В плане вот стендапа и забывания слов, это тоже очень забавно всегда происходит, потому что я понял, что тебе нужно просто понимать, о чем ты говоришь. То есть не просто заучить текст, а... И не думать в этот момент, как ты выглядишь. Да. Но это сложно. Тебе просто нужно понимать, действительно, что ты хочешь рассказать человеку. Бывает и у меня тоже сейчас даже, зачастую так бывает, что ты смотришь в камеру и просто говоришь текст. У тебя пустая голова, у тебя просто перед глазами всплывают слова. И все. Так, третий. Так, третий вопрос. На самом деле такой вот достаточно неудобный. Но... Да вы там на своем телевидении по-любому много денег зарабатываете, вот, и не бедствуете. Даже картинка есть такая, знаешь, как ты выглядишь в глазах родни, как ты выглядишь в глазах друзей. Как ты выглядишь на самом деле. Да, да. Как ты выглядишь на самом деле. Мне, когда я шел на телевидение, опять же, вспоминая Виталия Морякова, он сразу мне в лоб сказал, Саша, много денег, по крайней мере в Магадане, на журналистике ты не заработаешь. Ты был готов к этому, значит. И поэтому я был готов и я так, ну, хорошо. Ну и ладно. Сколько смогу, столько и смогу. Меня когда спрашивают, как ты работаешь? Ну, вы там, наверное, сотни тысяч зарабатываете. Я говорю, да нет. И так, ну, улыбаюсь. А при этом понимаю и озвучиваю это человеку, что если бы даже не платили, я бы все равно работала. А я нет. Нет, ну все равно, нет, если бы, вот, кстати, если вернуться вот как раз к началу, я вот тогда еще относился к этой работе как к хобби. И поэтому, да, тогда я бы вообще, я без денег, дайте мне поработать, я готов на все. А сейчас это уже ощущается как работа, потому что и школа за плечами, и тут уже вот университет скоро закончится. И это сейчас ты ощущаешь, что это работа. Тогда это было просто как хобби. Ну и исполнение мечты. Да, исполнение мечты, за которое еще и платят. Вау, ничего себе. Так, третий вопрос мы обозначили. Дальше. Теперь давай четвертый вопрос. Это работа, вот, вот, периодически работаю же как ведущий, веду новости даже на ГТРК Магадан, и спрашивают, да это по-любому легко. Что сложного в том, чтобы даже вот просто сидеть перед камерой и читать текст. Сложность в подготовке самого выпуска новостей. Даже здесь, на Карибу, ты тоже должен правильно как-то подводки переписать, может быть, за корреспондентом. Сформировать. Сформировать. Это сценарий целый. Да, это целый сценарий. То есть ты, конечно, совместно с редактором его формируешь, редактор тебе говорит, что и какой материал ты ставишь, конечно, это всегда так, но ты как ведущий должен тоже, ну, правильно подать новость. Где-то, если очень серьезная новость, тебе нужно, ну, максимально как-то, ну, нейтрально это передать. Да, причем это и работа с интонацией, с эмоциями, вообще совсем как-то это выдаешь. А работа в прямом эфире, в твоем случае, это вообще отдельная тема. Сколько у тебя было косяков, Саш? Ты считал? Слушай, ну, если честно, то я уже перестал их замечать. Потому что, ну, ты научился относиться в прямом эфире, это допустимо. Конечно. Потому что мы все люди, мы все можем запнуться, было бы странно, если бы мы не запинались, согласись, но если бы люди не запинались, то есть такое ощущение, ну, это у нас. Ну, например, если меня сейчас посадить, и я пробовала, то есть я представляла, что это прямой эфир, у нас его нет, наверное, это к счастью, потому что у меня получилось всего несколько раз прочитать целиком выпуск без запинки вообще. То есть я понимаю, что я бы смогла, но единственное, это еще эмоциональная нагрузка, ты же понимаешь, какая ответственность на тебе лежит. Вот страшно? Страшно каждый раз? Страшно, очень страшно. Ну, не каждый раз. Первый раз, первый мой прямой эфир было очень страшно, а сейчас, ну, я сажусь, и, наверное, за пять минут есть какой-то легкий мандраж, а уже когда ты видишь заставку, ты думаешь, ну, все, ладно, давай проведем. А тут уже без вариантов, в принципе, уже поехали, да? Уже все, да. Были смешные моменты? Конечно. Ну, когда ты прям несколько раз не мог повторить одно и то же слово, например. Нет, у меня смешной момент, у меня, кстати, такой периодически бывает, но смешной момент у меня, с другим связан, потому что я, у меня упала ручка в момент, когда был сюжет. Сюжет закончился, и ты выходишь. Да, я опустился за ручкой, и мне режиссер говорит, внимание, ну, то есть надо уже быть в кадре. И только-только начинается, ну, я в студии, и я делаю вид, как будто бы все хорошо, все нормально. Так и было. Так и было. Все было. А было такое, что ты не успевал, и уже в кадре ты из-под стола? Нет, 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 не было. Такого никогда не было. Был, ну, такой неловкий момент, когда я просто забыл со стола убрать мобильный телефон. Но мне за это ничего не сказали, потому что он так максимально нейтрально смотрелся, и не вызывал к себе большого внимания. Так, в основном, запинки, да, они бывают у всех. И у тех, кто работает и 10 лет, и 20 лет. Потому что, я повторюсь, мы все люди. Все мы можем как-то ошибиться, где-то запнуться. Даже Екатерина Андреева, у которой за плечами десятилетия работы в прямом эфире, она тоже запинается, все нормально, ничего страшного. И пятый вопрос. И пятый вопрос. Это, наверное, самое обидное и тоже часто задаваемое. Да вы там у себя на телевидении всегда врете, наверное. Все перевираете, все новости. Я хочу сказать, что в Магадане в принципе ни один канал не врет. А смысла нет? Потому что в маленьком городе действительно нет смысла. Я работал на телеканале «Звезда». Я знаю, что такое, когда ты не врешь, а... Не говоришь. Чего-то или не договариваешь, или, ну, для, допустим, информационного повода приукрашиваешь что-либо, да? То есть ты пытаешься вызвать вау там, где вау нет. Вот. Но это было только там. Потому что это большой город и, в принципе, вещается на всю Россию. Здесь же маленький город, где тебе нет не то, что смысла. У тебя... Ты не имеешь права просто врать людям, потому что они вот, грубо говоря, они за твоим порогом все находятся. Город маленький, все друг друга знают. Но они все равно узнают правду. Какой смысл? Вот. Тоже верно. Все равно... Люди все равно узнают правду. И поэтому я не понимаю, почему люди до сих пор думают, что все мы говорим неправду, что это желтуха у нас, тут в Магадане тоже есть. Нет, ничего такого нет. В Магадане ни на одном канале нет. Спасибо тебе за этот разговор. Очень рада я была тебя видеть. И я уверена, что эта программа вызовет бурю эмоций, особенно у наших коллег. Это была программа Крупным планом. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова